спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы легкая атлетика один из главных олимпийских видов спорта и один из немногих которому не сильно вредит петербургский климат в пасмурное время легкоатлеты перемещаются в манеж чтобы начать сезон турниров закрытых помещениях федерацию легкой атлетики петербурга в конце весны возглавил дмитрий павлов депутат законодательного собрания города главный редактор спорт один за днем иван житков встретился с дмитрием павловым и узнал как новый президент бегал марафоны как нужно популяризировать легкую атлетику и самое главное как выживать российским атлетам в условиях международной изоляции когда они не могут выступать на международных турнирах и лишены возможности конкурировать на мировом уровне каждый раз когда появляются руководители в федерациях новые руководители задается вопрос что вы знаете об этом виде спорта легкая атлетика это вообще королева спорта разыгрывается сорок семь комплектов медалей на олимпиадах многие виды легкой атлетики используются в других спортах как базовые элементы подготовки поэтому это в общем-то одна из самых главных федераций значит как я пришел пришел случайно потому что в детстве занимался хоккеем из хоккея меня переманили в регби играл за юношескую команду ленинграда принимал участие в чемпионате с во львове чемпионат россии но кузнецкие беговые тренировки для нас это были так скажем разминочные перед игровыми тренировками перед играми то есть но уже перед техникой поэтому бегать любил всю жизнь вот эта любовь к бегу у меня так вот с детства привилась и когда уже там стал предпринимателем для меня пробежка с утра пять километров она давала такой знаете как антистресс и зарядку положительным настроением положительными эмоциями и что я продолжаю бегать просто дистанции увеличил сейчас но бегать по утрам пробежки это одна история а бегать по 40 километров это история для многих совершенно недостижимая но я так понимаю что вам есть что об этом рассказать товарищ записал на десятку на белых ночах тогда был общий старт и там есть такое вот место где 10 километров идет уже туда финишу а 42 на большой круг я вот бегу для меня десятка это было максимально что я бегал 17 год лето семнадцатого года я бегу и смотрю те участники которые повернули налево на 42 они такие же как я да то есть как они 42 то пробегут и вот для меня это такая знаете какая-то некая мотивация думаю если они смогли то я тоже смогу и собственно я пробежал эту свою десятку зашел в интернет посмотрел какие там интересные марафоны мне предложили купить слот на нью-йоркский марафон семнадцатом году 4 ноября пробежал нью-йоркский марафон даже помню результат 356 это первый вот ну так как для любителя неплохо пробежал один марафон смотришь куда записаться на следующий и вот так вот у меня произошла любовь с марафонами в принципе у любого спорта верхушка это получение медалей завоевывание медалей на олимпийских играх вот но без вот эта верхушка она не может быть без базы база это вот массовое увлечение бегом вот я пример приведу когда наш президент путин начал играть в хоккей ну как он горит 60 лет да там почти то вы с эти у нас в хоккея который так считается одним из самых популярных видов спорта у него просто второе дыхание каждый чиновник каждый предприниматель каждый вообще просто житель он считал так сказать он глядя на вот эту популяризацию просто был такой бум хоккея на сколько у нас катков настроилась то есть сколько секции открылась когда речь идет о популяризации то в конечном вот в этой в пирамиде до мотивации достижений то увеличивается количество и медалей поэтому это нельзя разделить у нас бегают там и бабушки и дедушки и внучки у нас вот на недавно бежала девушка она говорит у нас бегала и но пешком прошла прям с новорожденным ребенком естественно она сама бегает она эту дочку там приведет через сколько-то лет в секцию легкой атлетики любой конфликт к не заканчивается рано или поздно поэтому мы должны сейчас думать о том чтобы во-первых возродить и что уже было сделано это спартакиады спортсмен не может просто тренироваться спортсмен должен тренироваться для того чтобы посоревноваться чем больше таких будет профессиональных стартов профессиональных чемпионатов конечно это главная задача федерации так как я президент федерации легкой атлетики это 47 видов спорта на прыжки в высоту прыжки в длину прыжки шестом поэтому для этого нужно определенное оборудование надо наверстывать вот эту вот спортивную инфраструктуру которая должна обеспечивать технические виды спорта когда меня попросили возглавить федерацию на что я сказал я же не тренер не чемпион по легкой атлетике я наверно ты не очень-то нужен ты федерации но мне люди которые предложили возглавить аргументировали так а там тренеров достаточно у нас нам нужен хороший организатор потому что тренеров не ну и у них у нас действительно хорошая школа легкой атлетики у нас советское время 80 процентов сборной ссср по легкой атлетике комплектовалась 80 процентов ленинградскими легкоатлетами думаю что недостаточно одного стадиона приморец для легкой атлетики у нашей там сказать соседней страны финляндии там в каждом каком-то городишке такие стадионы поэтому конечно сам петербург это должен восстановить такой вот тренд и в легкой атлетике как он восстановил футболе в хоккее мы лидеры цикл подготовки спортсмена 48 лет а за них идет борьба западные страны хотят даже хоть айтишник да они хотят и наших спортсменов поэтому мы должны не допустить такой ситуации мы должны развивать большую линейку соревнований в стране хорошее должно быть обеспечение в том числе и материальная до прошлую пятницу провели открытый президиум федерации легкой атлетики и пригласили сюда и председателя спорткомитета антона шантеря пригласили всех ветеранов которые бегали и чемпионов у нас был алексей соколов ольга маркова дважды победительница бостонского марафона в том числе мы пригласили новое поколение двухчасовая такая жаркая дискуссия этот можно стоять на одной ноге а можно стоять на 4 то есть я вот как вижу что вот база она должна быть именно в общественном признании что легкая атлетика должна развиваться второе это уже составление команд составление графиков тренировочные процессы кто там тренер то чемпион это уже как бы вот следующие и допустим строительство двух там трех стадионов разных концах города есть на это как я уже сказал бюджет я считаю что уверенность она на здравом смысле если бы там сказали давайте на луне откроем стадион я бы засомневался я думаю что это такая посильная задача правда и и Субтитры сделал DimaTorzok